Боксинг 1867 12 октября в Австралии состоится бой между Тимом Дзю и Брайаном Мендозой. Это будет первая защита Дзю полноценного титула WBO. Тим Дзю станет полноценным чемпионом мира, как только Чарло вступит на ринг в бою против Канел. Дзю владеет временным титулом WBO. И так как Чарло обязан защищать титул именно перед Дзю, так как он обязательный оппонент, то Тим попросту станет чемпионом без боя. Мендоза владеет также временным титулом только по версии WBC. И предполагается, что незадолго до поединка он также как и Дзю будет переведен в статус полноценного чемпиона. И возможно на кону будут стоять уже два полноценных титула. И мы увидим унификацию в данном бою. Букмекеры считают, что в данном бою у австралийца куда больше шансов коэффициент на победу Дзю 1.28. В Мендозу верят меньше. Он выигрывал пояс, скажем так, довольно неожиданно. И для фанов, и для аналитиков. И непонятно, готов ли он повторить это. Сделать ставку на Мендозу можно с коэффициентом 4.70. Пройдусь по боксерам. Тим Дзю занимает первую строчку по сайту BoxRec. 28-летний австралийец. Дебютировал в профи в 2016 году. Провел 23 поединка. 23 победы. 17 из которых нокаутом. Среди оппонентов я могу выделить таких боксеров, как Карлоса Кампа, Тирел Гуше, Такеши Новости, Спарк, Денис Хоган. Но самыми серьезными противниками были Джефф Хорн и Тони Харрисон. Оба были нокаутированы. Дзю в основном преселует. Затем неспешно разбивает противника сериями комбинаций. Рост 174 см. Размах рук 183 см. Брайан Мендоза. Занимает вторую строчку по сайту BoxRec. Брайану 29 лет. Он из Америки. Дебютировал на профринге в 2014 году. Провел 24 поединка. 22 победы. 16 из которых нокаутом. И 2 поражения. Проигрывал он таким боксером, как Ларри Гомес. Раздельным решением. И Хейсосу Александру Рамосу. Единогласным решением. Рамос победил в том бою. В такой доминирующей манере. Из битой оппозиции я бы выделил, наверное, только Джейсона Росарио и Себастьяна Фундору. Брайан в апреле данного года нокаутировал Себастьяна Фундору. Завоевал он временный титул по версии WBC. Довольно неожиданно. Мендоза обладает быстрыми и взрывными атаками. В арсенале у Мендоза есть внезапные, увесистые такие хуки. Но он, конечно же, не надеется на один лишь разовый удар. Скажем так, на лаки панч. Он всегда разумно работает. Продуманно все делает. Мендоза отличается довольно таким непростым стилем. Он, в принципе, позволяет соперникам давить на себя. Всегда отдает инициативу. Всегда отдает пространство. Скажем так, отдает раунды. И в тот момент, когда конкурент чувствует в себе уверенность, Брайан пробивает неожиданный удар. Умение бить незаметно. Для соперника это, наверное, главное преимущество Мендозы. Его рост 178 сантиметров при аналогичном размахе рук. Разберу немного бой. Что сказать? Дзюм умеет прессинговать. И в предстоящем поединке Тиму придется не просто работать первым номером, но и подстраиваться под частую смену стилей Мендозы. Мендоза обладает быстрыми взрывными атаками, как я говорил. В принципе, Дзюм также обладает данными сериями. У него есть сила удара. Он умеет работать сериями, комбинациями. У обоих есть динамит в перчатках. Дзюм на 4 сантиметра ниже. Но у него на 5 сантиметров длиннее руки. Как будет происходить данный поединок? Основная дистанция боя, я думаю, будет варьироваться между средней и ближней. Тим будет прощупывать оборону Брайана джебами. Затем, если не будет гнаться за нокаутом, непременно найдет слабые места в защите. Тогда в ход пойдут уже заряженные атаки. Наверняка он сделает ставку на работу по корпусу. Будет пробивать апперкоты. Миндоса все время ныряет под хуки и джебы. Поэтому апперкотом реально его споймать. К тому же часто Миндоса пропускает удары на разрыве дистанции. Насчет Миндоса, скорее всего, он будет работать вторым номером и попытается споймать Дзюм на контратаке. Вообще, задачей Брайана будет словить Тима на ошибки. Для этого ему необходимо будет провоцировать соперника. Миндосе придется выявить момент. Именно тот самый, когда австралиец допустит ошибку. И главное ему этот момент не прозевать. Чтобы донести один из своих нокаутирующих ударов. Главный минус австралийца – это сокращение дистанции. Если быть точнее, то именно защита при сокращении дистанции. Чаще всего он делает это за высоким блоком. Но этот блок не очень надежный. И его легко пробить боковыми или кроссами. То есть, через руку эти удары все заходят. То есть, если джебом его тыкать, то, конечно, все будет в блок. Но вот если пробить боковой какой-то, то он легко заходит у него. Мой прогноз. Миндоса уже доказал, что его не стоит недооценивать. Последний бой американца против Себастьяна Фундора – идеальный пример, я думаю. Фундора превосходил Брайана по габаритам. Сам Миндоса вышел на бой на коротком уведомлении. Но он сумел подловить его на ошибки и оформить нокаут. Дзю всегда выступает в роли агрессора. Но в предстоящем бою, я думаю, Тиму не стоит пренебрегать внимательностью. Нужно быть осторожным. Так как дважды он все-таки в нокдаунах побывал. И отмене бьющих соперников. Можно сказать, что для австралийца это самый серьезный оппонент в карьере. Он молодец, постоянно повышает оппозицию, проводит очень много боев. Это, по-моему, четвертый бой за год. Или третий, но еще до конца года и есть время. В принципе, Дзю для Миндоса тоже один из самых серьезных оппонентов. Наверное, посерьезнее Фундоры даже будет. Здесь вполне может быть победа нокаутом. Притом, как в одну калитку, так и в другую. Я не удивлюсь от такого исхода, если один из боксеров получит неожиданный удар. И просто не сможет после него подняться. Но я все же считаю, что Дзю будет предельно осторожным. И бой продлится всю дистанцию. Если бой пройдет всю дистанцию, то победит, естественно, Дзю. Во-первых, он выбрасывает намного больше ударов, чем Миндоса. Миндоса привык отдавать раунды, чтобы словить на ошибки. Если он не словит на ошибки Дзю, естественно, почти все раунды будут идти в копилку Дзю. И, естественно, он работает больше, активнее. Во-вторых, бой будет происходить в Австралии. И все, в принципе, спорные раунды будут идти в копилку Дзю. Поэтому, если никто из парней не сможет удосрочить кого-то, то исход, очевидно, будет тем, что Дзю заберет бой решением судей. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Также я публикую ссылки, трансляции боев. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. И пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит. Удачных ставок. Пока.